Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Эдвард Роберт Хьюз, английский художник, который в основном работал акварели, но также написал ряд картин маслом. На него повлиял его дядя художник Артур Хьюз, который был связан с братством прерафаэлитов и тесно сотрудничал с одним из основателей братства Уильямом Холманом Хантом. Я беру данные из переводной википедии, данных немного, но вот все, что есть. Сделав выбор в пользу своей карьеры, Роберт Хьюз посетил Хизерли в Лондоне, чтобы подготовиться к возможности пройти в школу Королевской Академии. Хьюз стал студентом Королевской Академической школы в 1868 году. Хотя прерафаэлитизм сыграл важную роль в формировании работы Хьюза, эстетизм также прослеживается его картинам. Хьюз сделал карьеру портретиста для высших слоев общества. Хьюз был не только художником, но и помощником в студии старшего художника и член основателя братства прерафаэлитов Уильяма Холмана Ханта. Более позднем возрасте Хант страдал от глаукома и Хьюз внес значительный вклад в создание ряда картин Ханта. Двумя картинами, над которыми Хьюз работал, вместе с Хантом были «Свет мира», который демонстрируется в соборе Святого Павла, и «Леди Шалот», которая выставляется в Адзворд Атениуме. Сам по себе он экспериментировал с техниками, был перфекционистом, он делал этюды для многих своих картин, некоторые из которых оказались достаточно хорошими для выставки. Ну, вот так написано в переверной википедии. Хьюз занимал несколько важных постов в художественном сообществе на протяжении своей жизни. Например, он стал членом гильдии работников искусства в 1888 году, входил в их комитет с 1895 по 1897 год. Был избор ассоциирован членом Королевской акварели этого общества. Фонд музеев Бирмингема организовал альтерспективную выставку «Зачарованные мечты. Искусство прерафаэлитов Хьюза» в 2015 году в Бирмингенском музее художественной галереи. Его аукционный рекорд составляет 866 тысяч 500 долларов или 522 тысячи 366 фунтов стерлингов. Брудный на Содве 22 октября 2009 года. По семейной жизни в 1883 году Хьюз женился на Эмили Элис Дэвис. В 1913 они переехали в Сент-Олбанс, Хартфорд Шилд, где он позже заболел аппендицитом. Умер после операции 23 апреля 2014 года в своем доме. В браке не было потомства. В 1910 году в Некрологии на смерть Ханта опубликовано в «Таймс». Именно Хьюза назвали сыном Ханта в искусстве. В 1891 году, надо отметить, что он стал членом Королевского общества акварелистов, а с 1901 по 1903 занимал должность его вице-президента. Живопись Эдварда Хьюза получала высокую оценку за пределами Англии, в частности в Австрии и Германии. В 1895 году у него был большой успех на Пиеннале в Венеции. Вот так вкрасе все, что мне удалось найти о художнике из Англии Эдвард Роберт Хьюз, который работал в акварели, ну и частично маслом. Пока-пока, до свидания, смотрим картину.